Это рассказывание многих современников и просто знаменитых людей о Ленине. И вот, например, Альберт Эйнштейн говорил «Я уважаю в Ленине человека, который с полным самоотвержением отдал все свои силы осуществлению социальной справедливости. Люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человеческой». Добрый день! Я рада вас всех приветствовать на нашем ежегодном фестивале «Театр улиц». В этом году он посвящен Ленину. Вы увидите спектакль-эскурсию одноименную «Ленин». Ровно 100 лет назад, в 1924 году, умер Владимир Ильич Ленин, создатель первого в мире социалистического государства. И наш спектакль — это знак памяти о столь значимой исторической фигуре. И это сцена про памятник Ленину, который был взорван здесь не так давно. Ленин — это царское село. Казалось бы, два несовместимых явления. А нет. В 1890-е годы Владимир Ульянов приезжал на Павловское шоссе в гости к своему другу еще по Самаре, инженеру Шухту. В 1895 году в доме на Конюшиной произошло совещание, собрание Союза освобождения рабочего класса. А в 1917 году в знаменитой детско-сельской электростанции прошла встреча с Красивым. Вот такой структурный памятник изначально стоял здесь. Но мы масштабировали чуть-чуть другое изображение, он в кепке. А оригинал без кепки просто не нашлось нужного разрешения для такого масштаба. Владимир Ильич Ленин — это человек, который вдохновил рабочих всего мира на борьбу за свои права и освободил рабочих России. Казалось, сто лет назад, когда он умер, что память о нем будет жить вечно. Однако после того, как советское государство перестало существовать, память о Ленине стала стираться из сознания народа. И первый уничтоженный памятник был на Украине, во Львове, еще в 1990 году. Почему же именно здесь поставили памятник? Если вы знаете, то исторически он стоял на главной площади города Пушкина. И в 2004 году неизвестные снесли его при помощи лебедки. Ну, было заведено уголовное дело, которое так и не раскрыто по сей день. После потребования общественности в 2006 году бронзового Ленина установили здесь, на перекрестке Конюшины и Малых улиц. Место это обусловлено историческим. Как я уже говорила, в 90-е годы 19 века здесь был деревянный дом, квартира революционера Сильвина. Об этом потом гласила мемориальная табличка на доме, что здесь прошло собрание, планирование самой крупной забастовки рабочих в городе в 1895 году. В 60-х годах прошлого столетия обезжалый дом снесли, на его месте поставили мемориальный камень. И в 2006 году привезли бронзового Ленина сюда, водрузили на постамент. Предварительно до этого он около четверти века простоял около входа в Таврический сад. Это работа знаменитого скульптора, художника Вениамина Пинчука, между прочим, ученика Веры Мушиной. Ну и в 2010 году зимой и этого Ленина взорвали. Было опять заведено уголовное дело, но оно так и не раскрыто по сей день. В мире около 14 тысяч памятников Ленину. По количеству бюстов, монументов он может сравниться, разве что с Буддой. Конечно, после того, как Советское государство перестало существовать, их осталось всего 6-7 тысяч. Они все равно располагаются и на Южном полюсе недоступности в Антарктиде, прямо на станции, и самый северный на острове Шпицберген. Нынче в мире стало модно издеваться над Россией, и, к сожалению, эта участь постигает и памятники Ленину. В Лас-Вегасе стоит Ленин без головы, на так называемой Красной площади, рядом с рестораном русской кухни. В Дании на специальных подпорках установлен лежачий, якобы поверженный Ленину. Ну, повернуть Ленина, осмеять память о нем, стереть из сознания его идеи о недопустимости эксплуатации человеком человека, вот что стоит за акцией уничтожения памятника. Ну и, к сожалению, наш город, в котором Ленин бывал, до сих пор несет печать стертости памяти о великом вожде пролетариата. Мы, конечно, уверены, что Ленин обязательно вернется на свое историческое место, потому что это все-таки вопрос сохранения культурного наследия города. Царскоселы несут цветы к памятнику. Где Ленин? Ленин в Мавзолее, и на медали, и в звезде. Где Ленин? Даты, юбилеи. Ну, где же Ленин? Ленин где? Где Ленин? Он на полках книжных. Ну, не стоять же целый век на постаментах неподвижных ему во мгле библиотек. Где Ленин? Поздний вечер манит, спокойно погрузится в сны. Но Ленин вдруг в окно заглянет, а все вопросы решены. Где Ленин? Вот его квартира, вот кабинет его в Кремле. Где Ленин? Там, где судьбы мира вершат народы на земле. А теперь давайте посмотрим, что происходило перед взрывом памятника. А у вас спички не найдется? Спичек нет, но есть зажигалка. Может, и зажигалка пригодится. Может, и пригодится. А я вас по-другому представлял, Сергей Викторович. А кто это сударыня с вами? О, не беспокойтесь. Это надежные товарищи из оппозиции. Боже мой, какая мерзость. Что за отвратительный большевистский жаргон. Прошу прощения, соратник. Да, надежный соратник. Ее зовут Лена. Очень приятно. Меня зовут Федор Станислав. А вас как по-батюшке, госпожа Елена? Ну, Ивановна. А зачем это? Это, чтобы можно было продолжать общение на интеллигентном уровне. Ну что, позапрошлом веке, что ли? Да нет. Мы в веке нынешнем. Но, к счастью, и сейчас сохранились нормы морали, присущие интеллигентному обществу. Ну да, ну да. Понятно. Ну, ближе к делу, господа. Я надеюсь, вы все понимаете, зачем мы здесь собрались. Видимо, речь идет о какой-то акции. Что-нибудь серьезное, я надеюсь. А не так, с плакатиками, постоять. Вы совершенно правы, господа. Речь идет о взрыве. Вот этого чудовищного истукана. Слушай, смешно. Это ж криминал. Да, бросьте вы, господа. Да, никто нас серьезно искать-то не будет. Поверьте, полиция эта совершенно неинтересна. А за границей нам поможет? Я считаю, что юмор здесь неуместен. Ну и чего ты убирай? Тут все подчистую. Ребята, это не обсуждается. По плану стоит уборка этой территории. Ну тут и так уже чисто. Ничего страшного, а после нас будет что? Хоть потом. Совсем не смешно, Петров. А чего все-то смеются? А ты, Васечкин, вообще помолчи. Что от тебя, старцева? Сейчас чисто, а после нас будет еще чище. Правильно, Маша. А теперь приступим к уборке этой территории. Начнем оттуда. Я тут не пойму, вы что здесь, чтобы в субботнике участвовать? Да нет, мы здесь для встречи с одним из наших соратников. С этим, что ли? Добрый день, Федор, это вы? Нет, Федор, это он. У вас зажигалка не найдется? Садитесь, я не хорю. А, я должен был что-то про спички ответить. Простите, забыл. Давайте лучше сразу сделаем. Что, собственно говоря, надо? Нам нужно что-нибудь, что взрывается. Ну, что я вам могу предложить, господа? Граната противопехотная, Ф1, по 200 рублей. Граната, РД-5, по 150. А у вас чего-нибудь подешевле, нет? Ну, и подешевле старый, Ф1. Вот, по 100. Раритет. Не рваются? 50 на 50. А откуда такие? Ну, эхо войны. А вы для коллег скидки не делаете? Каких коллег? Ну, как же, мы здесь все одним делом занимаемся. Боремся с коммунистической идеологией. Мне ваша идеология до лампочки. Мне лень не будет. Ну, да. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы. Вы это серьезно, что ли? Сереж, по-моему, твой друг просто клоун. Я попрошу, хамка, холопка. Сереж, пойдем отсюда. Да вы еще пожалеете. Да, весел кто вас. В цирк ходить надо. Ты у них хотя бы больше не звони. Я не буду жалеть. Да я вас... А я на тебя в полицию напишу. Подумай, что же мне... Идиоты. Ничего. Я и сам... Взорву это идолище. Спасибо. Ты что? Я вообще с утра встала. Спасибо. Спасибо.